Здравствуйте, спасибо, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей квалификационной категории. И сегодня мы с вами поговорим о 3С-технологиях. Информация, представленная мной, будет полезна специалистам дошкольных учреждений, воспитателям, логопедам, дефектологам, психологам и, конечно же, родителям. Современное общество предъявляет новые требования к системе образования подрастающего поколения и в том числе к первой его ступени дошкольному образованию. Одна из первостепенных задач воспитания и обучения в дошкольных учреждениях согласно Федеральному государственному общеобразовательному стандарту дошкольного образования воспитания нового поколения детей, обладающих высоким творческим потенциалом. Но проблема заключается не в поиске одаренных, гениальных детей, а в целенаправленном формировании творческих способностей, развитии нестандартного видения мира, нового мышления у всех детей, посещающих детские сады. Дошкольный возраст уникален, поскольку как сформируется ребенок, такова будет его жизнь. Именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Ум детей не ограничен глубоким образом жизни и традиционными представлениями о том, как должно все быть. Это позволяет им изобретать, быть непосредственными и непредсказуемыми, замечать то, на что мы, взрослые, давно не обращаем внимания. И одной из эффективных педагогических технологий для развития творческого нестандартного мышления у детей является ТРИС — теория решения изобретательских задач. Теория решения изобретательских задач, или ТРИС, появилась на свет в 50-е годы XX столетия благодаря интеллектуальным усилиям отечественного ученого и писателя-фантаста Генриха Сауловича Альшулера, который разработал эту концепцию на основе тезиса «Творчество во всем» в постановке вопроса подачи материала, «Приемах и методах работы». Он опирался на высказывания Льва Семеновича Вугодского о том, что ребенок воспринимает программные моменты обучения в той мере, в какой они соответствуют природе его «я». То есть педагог должен работать в согласии с принципом природосообразности. Методы и приемы ТРИС обладают универсальными свойствами, имеют разные уровни сложности. В детском саду используются с трехлетнего возраста воспитанников. Как сказал Альшулер, каждый ребенок изначально талантлив и даже гениален, но его надо научить ориентироваться в современном мире, чтобы при минимуме затрат достичь максимума эффекта. Эта технология и сейчас остается актуальной и востребованной педагогической технологией. Адаптированная к школьному возрасту, технология ТРИС позволяет воспитывать и обучать ребенка под девизом «творчество во всем». Практика показала, что с помощью традиционных форм работы нельзя в полной мере раскрыть творческий потенциал ребенка. Необходимо применение новых форм, методов и технологий. Стратегическая цель ТРИС-педагогики – всестороннее развитие творческих способностей ребенка. И какие же задачи использования ТРИС? Это развитие нестандартного системного гибкого мышления, умение отслеживать причинно-следственные связи, видеть логические закономерности происходящих явлений и событий, формирование целостной картины мира, воспитание интереса к поисковой деятельности, стремление разрабатывать необычные варианты решения задачи, развитие речи, памяти, творческого воображения. Принципиальное отличие ТРИС от общепринятых традиционных методов обучения и воспитания – это стремление сформировать эвристический навык самостоятельного поиска ответов на вопросы, обнаружение проблемного зерна задачи, а не автоматического и бездумного воспроизведения алгоритма, предложенного взрослыми. Главное – дать детям возможность самостоятельно находить ответы на вопросы, решать задачи, анализировать, а не повторять сказанное взрослыми. Использование в работе… Так, вижу, что в комментариях написано «звука нет». Отпишитесь, пожалуйста, все ли меня слышат? Все ли хорошо со связью? Так, ага. Все, тогда можно продолжать. Замечательно. Итак, история. Угу, прекрасно. Использование в работе методов и приемов ТРИС позволяет отметить, что малыши почти не имеют психологических барьеров, но у старших дошкольников они уже есть. ТРИС позволяет снять эти барьеры, убрать боязнь перед новым, неизвестным, сформировать восприятие жизненных и учебных проблем не как непреодолимых препятствий, а как очередных задач, которые следует решить. Кроме того, ТРИС подразумевает гуманистический характер обучения, основанный на решении актуальных и полезных для окружающих проблем. При использовании элементов ТРИС заметно активизируется творческая и мыслительная активность у детей, так как ТРИС учит детей мыслить широко с пониманием происходящих процессов и находить свое решение проблемы. Изобретательство выражается в творческой фантазии, придумывании чего-то, что потом выразится в различных видах детской деятельности, игровой, речевой, художественном творчестве и другие. Применение ТРИС в обучении дошкольников позволяет вырастить из детей настоящих выдумщиков, которые во взрослой жизни становятся изобретателями, генераторами новых идей. Также ТРИС-технология развивает такие нравственные качества, как умение радоваться успехам других, желание помочь им, стремление найти выход из затруднительного положения. И давайте теперь немножко поговорим о методах и приемах ТРИС-технологии. Первое, о чем я хочу рассказать, это метод мозговой штурм. Данный метод предложен американским ученым Осборном. Этот метод коллективного поиска оригинальных идей. Суть мозгового штурма сводится к тому, чтобы дать свободный выход мыслям из подсознания, создать условия, расковывающие ребенка. Мозговой штурм, когда из большого числа высказанных вариантов решения и творческих идей отбираются наиболее перспективно и с практической точки зрения. Этот метод можно назвать палочковой ручалочкой, поскольку с его помощью дети могут найти выход из сложной ситуации. Например, как спасти снегурочку, как рисовать без кисточки, как перенести воду в решете и так далее. И задачи, которые мы ставим, это формирование умения участвовать в обсуждении проблем, отвечать на вопросы воспитателя, формировать умение дать большое количество идей в рамках заданной темы. Запрещена любая критика, словесная, жестовая, мимическая. Поощряется любая идея, даже шуточная, нелепая. Затем идеи анализируются, что хорошо, плохо в них, и выбирается лучшее. И организация и проведение мозгового штурма. Первый этап – это подготовительный этап, предполагает четкую и понятную формулировку проблемы, формирование команды участников и распределение ролей, выбор кандидатуры ведущего. Второй этап у нас основной. Здесь идет разработка, комбинирование, оптимизация идей. И заключительный этап – критический анализ, оценка, отбор наиболее ценных идей. И примеры вопросов для обсуждения. Как помешать медведю развалить теремок? Как исполнить мелодию без музыкальных инструментов? Как рассказать сказку без слов? Как нарисовать без красок? Где найти лето зимой? Как не испачкать пол грязными подошвами ботинок? Метод мозгового штурма можно использовать при проведении занятий по любому разделу программы, режимных процессов, прогулок. Следующий метод – это синектика. Данный метод предложен Гордоном в 50-е годы 20-го столетия. Термин синектика обозначает объединение разнородных предметов. Цель метода – познакомить с незнакомым, отстраниться от привычного. По мнению автора, развить творческие способности ребенка помогут аналогии. Сделать аналогично – значит сделать что-то по тем же правилам. В синектике используются 4 вида аналогии – прямая, символическая, фантастическая и личная, или эмпатия. С детьми первой младшей группы используются 2 вида аналогии – это прямая и личная. Достоинствами метода являются огромные возможности для развития фантазии, воображения и получения оригинальных решений и творческих задач. Уменьшается инерция мышления человека. Прямая аналогия – это поиск сходных объектов, признаков в других областях действительности. Это сходство объектов в каких-то свойствах, отношениях. И задача – учить находить прямые аналогии знакомым предметам. И виды прямой аналогии. Например, по цвету. Показать игрушку и иллюстрацию. Например, елочку. Какая по цвету елочка? Зеленая. Найдите картинки или игрушки такого же цвета, как елочка. Дети называют изображенные на картинке или игрушку и его цвет. Трава зеленого цвета, зеленый листик, карандаш зеленого цвета и так далее. Воспитатель обобщает все. Они, то есть дети, перечисляют зеленого цвета, как елочка. Следующий вид – это по форме. Педагог показывает игрушку, иллюстрацию. Например, мяч. Какой формы мяч? Найдите картинки или игрушки такой же формы, как мяч. Дети называют изображенные на картинке, либо показывают игрушку и называют форму. Педагог обобщает ответы детей. Или еще вид по величине. Показать игрушки, например, большой домик и маленький домик. Что это? Домики. Этот домик какой по величине? Большой. А этот маленький. Найдите игрушки такой же величины, как большой или маленький домик. Дети находят и раскладывают игрушки по величине. И педагог обобщает. Личная аналогия или личная эмпатия – это отождествление самого себя с кем-либо или чем-либо. Умение сопереживать объекту в этом состоянии. И задача – учить детей представлять в качестве кого-либо, показывать несложные действия живых объектов. Дети превращаются в живые объекты растительного или животного мира без показа действия педагога. Взрослые описывают проблемную ситуацию. Дети показывают действия объектов проблемной ситуации. Например, педагог говорит, дети, вы зайчики. Зайчики прыгают, веселятся. Зайчики устали. Ножки устали у зайчиков. Зайчики сели на пол или на ковер. Ножки вытянули. Отдыхают ножки. Отдохнули. Зайчики весело прыгают. Особенно востребован этот прием во время проведения музыкальных занятий, когда дети исполняют роли веселых и печальных клоунов в пьесе Кабалевского или под музыку Чайковского превращаются в птичку, радостно встречающую первые весенние лучи и так далее. И примеры заданий. Изобрази повадки кошки во время охоты на воробья. Изобрази свою походку в папиных ботинках. Представь, что ты котенок, который очень любит музыку. Промяукай мелодию детской песенки. Фантазия-аналогия, возникающая в фантастическом воображаемом мире. Например, счастье радуга, солнечные лучи, дружба, мостик или цветок и так далее. Следующий метод – это метод каталога. Разработан в 30-е годы 20-го столетия. Профессором Берлинского университета Кунца. Применяется в развитии навыков творческого сочинительства. Когда дети составляют новый, зачастую непредсказуемый, сказочный сюжет из случайных, выбранных наугад из книги, слов, которые обозначают героев, предметы, действия и так далее. Следующий – это круги Лулия. Житель острова Майорика, Раймонд Лулия, в XIV веке еще предложил использовать круги для получения ответов на вопросы. На один стержень нанизаны кольца разного диаметра, разделенные на сектора. Каждый сектор имеет свое обозначение – рисунок, слово или фразу. В верхней части стержня устанавливается стрелка. И суть метода сводится к тому, что необходимо раскрутить кольца и прочитать ответ на вопрос, зафиксированный в секторах, указанных стрелкой. С детьми используются два круга разного диаметра, поделенные на сектора. Диаметр демонстрационных кругов – 70 и 50 сантиметров. Для групповой работы диаметр кругов – 40 и 30 сантиметров. И задачи следующие. Уточнять знания детей в различных предметных областях, развивать вариативность воображаемых образов. С использованием кругов Лулия проводятся следующие серии игр. Первая серия – это объект части. Задача – учить находить части у объекта. Материал – большой круг, картинки с изображением объектов, кукла, машинка, чашка, заяц. Маленький круг – картинки с изображением одной части от каждого объекта. Платье, колесо, ручка, уши. И проведение игры. Рассмотреть картинки на большом круге, назвать изображенное. Надеть большой круг на стержень. То же самое сделать с маленьким кругом. Педагог закрывает сплошным кругом с вырезанным сектором круги и вращает их. Затем спрашивает, что это? Машина. А это что? Уши. Есть у машины уши? Нет. Педагог вращает маленький круг до тех пор, пока не будет в секторе изображения колеса. И дети не скажут, что у машины есть колесо. Вторая серия – это объект места. Задача – учить находить типичное место обитания живых объектов. И материал. Большой круг – картинки с изображением места обитания объектов, лес, огород, дом, озеро. Маленький круг – картинки с изображением объектов. Медведь, морковь, ребенок, рыбка. И проведение игры. Необходимо рассмотреть картинки на большом круге, назвать изображенное. Надеть большой круг на стержень, тоже с маленьким кругом. Педагог закрывает сплошным кругом с вырезанным сектором круги и вращает их. Затем спрашивает, что это – лес. А это кто – рыбка. Рыбка живет в лесу? Нет. Педагог вращает маленький круг до тех пор, пока не будет в секторе изображения медведя. И дети не скажут, что медведь живет в лесу. Третья серия – это объект материал. Задача данных игр – это учить называть материал, из которого сделан объект. Материал – большой круг, кусочки материалов на липучках. Дерево, бумага, стекло, ткань. Маленький круг – картинки с изображением рукотворных объектов. Пирамидка, книга, лампочка, платье. И проведение игры. Рассмотреть картинки на большом круге, назвать изображенное. Надеть большой круг на стержень, тоже сделать с маленьким кругом. Педагог закрывает сплошным кругом с вырезанным сектором круги и вращает их. Затем спрашивает, что это – ткань, а это что – книга. Книга сделана из ткани? Нет. Педагог вращает маленький круг до тех пор, пока не будет в секторе изображения платья. И дети не скажут, что платье сшито из ткани. И четвертая серия – это объект форма. Задача данных игр – учить, определять и называть форму объектов. И в качестве материала – большой круг, изображение форм, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Маленький круг – картинки с изображением объектов. Мяч, плато, косынка, дом. И проведение игры. Рассмотреть картинки на большом круге, назвать изображенное. Надеть большой круг на стержень. То же самое сделается с маленьким кругом. Педагог закрывает сплошным кругом с вырезанным сектором круги и вращает их. И затем спрашивает, что это – круг, а это что – платок. Платок круглой формы? Нет. Педагог вращает маленький круг до тех пор, пока не будет в секторе изображения мяча. И дети не скажут, что мяч круглой формы. Следующий метод – это морфологический анализ. Данный метод разработан швейцарским астрономом ЦВИКи. С помощью комбинаторики можно получить неограниченное количество вариантов реализации объекта с требуемой главной функцией. Данное средство позволяет формировать подвижность мышления, усваивать принцип вариативности. И задача следующая – учить детей изменять объекты при взаимодействии с разными вариантами цвета, формы, размера или добавления какой-либо части. И суть метода сводится к тому, что рассматривается взаимодействие горизонтальных и вертикальных показателей морфологической таблицы. Осуществляется перебор вариантов соединения характеристик объекта для создания нового образа. Характеристики объекта заносятся на волшебную дорожку. Это горизонтальные показатели – цвет, форма, размер, части. Берется 2-4 значения признаков. Например, значение признака цвет. Вертикальные показатели путешествуют по волшебной дорожке. Представители природного, рукотворного или сказочного мира. С малышами вначале один вертикальный показатель – изображение объекта на картинке или модели объекта. Например, петушок. Тема занятия – как петушок себе цвет подбирал. И задача. Уточнить знания детей о цвете – красный, желтый, зеленый, синий. И побуждать детей фантазировать на основе изменения значений признака – цвет. И ход занятия следующий. В гости к детям приходит петушок, дается бесцветный силуэт. Дети здороваются с ним, знакомятся. Педагог отмечает, что он петушок белого цвета и спрашивает детей, как сделать его красивым. Выслушивает все варианты без замечаний. Педагог предлагает детям отправить петушка гулять по волшебной дорожке. Дети называют цвета, живущие на этой дорожке. Петушок гуляет по дорожке и окрашивается в соответствующий цвет. Петушок просит детей принести игрушки соответствующего цвета, назвать игрушку и ее цвет. Педагог обобщает, что все игрушки, например, красного цвета. Петушок просит детей найти красный цвет и одежды детей. Петушок оставляет у себя красный гребешок и бородушку и отправляется дальше гулять по дорожке. В конце занятия петушок благодарит детей за то, что они сделали его красивым, нарядным, разноцветным. Следующий метод – это типовые приемы фантазирования. Так, проблемы опять вижу со звуком. Уважаемые коллеги, отзовите, все ли у нас хорошо. Так, не вижу, еще жду, жду комментариев. Так, все хорошо, ага, замечательно, спасибо. Так, ага, типовые приемы фантазирования. Альшуллер в 70-е годы 20 века предложил использовать для развития творческого воображения типовые приемы фантазирования. Это увеличение, уменьшение, дробление, объединение, оживление, окаменение, специализация, универсализация, преобразование свойств времени, прием наоборот. Так, ага, слышно прекрасно, спикера не видно. Так, уважаемые коллеги, видите ли вы меня теперь? У кого-то со звуком проблема, у кого-то с моей видимостью. Видите ли вы меня? Нет. Так, ага, все хорошо, видно. Значит, коллеги, по поводу видео и чата. Спикера видно, презентацию видно, звук идет нормально. Если вы выходите со смартфонов, то у вас может возникать такая ситуация, когда вы переключаетесь в формат презентации и видите презентацию, вы можете не видеть спикера. Это нормально, если вы выходите со смартфонов. Так что не волнуйтесь. Если с компьютера и не видим спикера, попробуйте выйти и перезайти в вебинар заново. Могут быть, да, небольшие искажения Татьяны Кураевой могут идти. Это зависит от сигнала интернета, который идет от спикера. Потому что я ее тоже вижу нормально, но немножко начинает как бы распикселиваться изображение. Это зависит от интернета. Да, да, потому что у нас трехсторонняя связь с платформой. Поэтому это зависит от качества интернета. Не переживайте. Главное слышно, главное видно презентацию. И в записи, я надеюсь, видео удастся немножко вытянуть, поэтому будет лучше видно. Поэтому самое главное, чтобы был звук и была видна презентация. Поэтому не переживайте, страшного ничего нет, в записи все будет нормально. Все, продолжаем. Инна Александровна, прошу прощения. Возвращаю вам слово обратно. Спасибо. С детьми используются типовые приемы фантазирования. Увеличение, уменьшение, деление, объединение и оживление. И задача учить детей делать фантастические преобразования объекта по какому-либо признаку. И как можно это делать? Итак, увеличение, уменьшение. Детям преобразуют объект по величине. К детям приходит волшебник, великан или, например, кроха. Он дотрагивается до предмета, который увеличивается, либо уменьшается в размере. Например, просмотреть детские и взрослые стулья. Что это? Этот стул по размеру какой? Большой. А этот маленький. Приходит волшебник, великан. Он дотрагивается до маленького стула и стул становится большим, как стол. Нужен нам такой стул? Зачем? И следующее. Дробление, объединение. Волшебник делим, дотрагивается до грузовика и он распадается на части. Какие? Кабина, кузов, колеса. С волшебником соединяем. Дети знакомятся во второй половине года. Этот волшебник дотрагивается до частей и вновь грузовик может привозить грузы. Оживление. Волшебник оживляйка. Делает живым все неживое. И оно двигается, разговаривает и так далее. Волшебник дотронулся до стульчика или чашки. И стульчик стал бегать. Чашка не только ходит еще, но и разговаривает. Покажите, как стульчик побежал, что сказала чашка. Итак, следующее. Это системный анализ. Основополагающая идея 3 заключается в том, что мир устроен системно. Система – это совокупность связанных между собой определенным образом элементов, обладающие свойствами, не сводящимися к свойствам отдельных элементов. Автор метода Альшуллер. Универсальность метода заключается в том, что он способствует формированию у человека системного мышления и воображения. Позволяет выделять функцию, признаки объекта, рассматривать его место и взаимосвязи с другими объектами, а также возможности преобразования во времени. И задача – это развивать системное мышление ребенка. Под системным мышлением понимается способность ребенка рассуждать по отношению к единому целому, как имеющего определенное назначение, состоящего из взаимосвязанных частей, функционирующего в какой-либо среде и имеющего прошлое и будущее. Системное мышление является творческим мышлением. Альшуллер назвал системный анализ многоэкранной схемы талантливого мышления, так как при использовании этого метода объект системы рассматривается не менее, чем в девяти экранах системного оператора. Для детей – волшебные экраны. Цифры показывают последовательность рассматривания системы по экранам. Итак, первое – выбирается объект, система. Определяются его признаки, основное назначение, функция. Два – определяются части системы, ее составляющие, подсистема. Третье – рассматривается место функционирования системы и группа или класс, к которым относятся объекты, то есть уже надсистема. Четвертое – это объект и его функция рассматриваются в прошлом. Пятое – рассматривается прошлое подсистемы объекта. Шестое – определяется прошлое надсистемы объекта. Седьмое – объект и его функция рассматриваются в будущем. Восьмое – рассматривается будущее подсистемы объекта. И девятое – определяется будущее надсистемы объекта. Примером может служить логика системного мышления по отношению к объекту живой природы воробей. В качестве примера таблица перед вами на экране. И этапы работы. У нас следующий. Первый этап – это установление системных связей. Задача следующая – учить детей называть систему, выделять основные признаки объекта, цвет, форма, размер, назначение и контрольные вопросы. Что или кто это мяч? Какого цвета, формы, размера мяч? Как можно играть с мячом? Для чего нам нужен мяч? Играть. Второе – учить детей выявлять составляющие системы, части и рассказывать об их назначении. И контрольные вопросы. Что это у петушка? Что делает петушок крылышками? Как называется эта часть у петушка? Зачем петушку ноги? Третье – познакомить детей с местом обитания, функционирования объектов. И контрольные вопросы. Где живет леса? Кто еще живет в лесу? Где стоит кровать? Что еще есть в спальне? И тому подобное. Четвертое – учить рассматривать развитие системы во времени, настоящее, прошлое, будущее. Эта задача решается во втором полугодии учебного года. И контрольные вопросы. Вы сейчас какие? Большие или маленькие? Что вы умеете делать? А раньше – какими вы были? Что умели делать? Какими вы будете, когда вырастите? Что будете уметь делать? Второй этап – это знакомство с детей с системным оператором, то есть волшебными экранами. И здесь задача – систематизировать знания детей о любой системе, так как сведения о ней рассматриваются во взаимосвязи с другими предметами и явлениями. Волшебные экраны – это универсальная модель организации занятий с детьми по ознакомлению с окружающим и природой. На занятии можно использовать все девять экранов или меньшее их количество. Это зависит от поставленных задач на занятие. Например, занятия по теме «Цыпленок в гостях у детей». И задача следующая – систематизировать знания детей о цыпленке, признаки, цвет, форма, размер, функции, часть их назначения, настоящее, прошлое, будущее цыпленка. Упражнять в умении связанно отвечать на вопросы педагога. Формировать доброжелательное отношение к домашним птицам. И ход занятия. К нам в гости пришел кто? Показать картинку с изображением цыпленка. Дети здороваются с цыпленком, знакомятся с ним. Поместим цыпленка на волшебный экран. И первый экран – что умеет этот цыпленок? Пищит, клюет зернышки, машет крылышками, вертит головкой, пьет воду, бегает и так далее. Покажите, как цыпленок вертит головкой, как клюет зернышки, как пищит и так далее. И обобщение педагога. Цыпленок умеет. Кто из вас видел живого цыпленка? Нравится он вам? На втором экране мы помещаем и даем ответы на вопрос, что есть у цыпленка для того, чтобы он бегал. Педагог помещает на экран модель изображения ног цыпленка. Что есть у цыпленка для того, чтобы он не замерз? Воспитатель помещает на экран изображение перьев и так далее. Обобщение педагога у цыпленка есть. Четвертый экран. А раньше каким был цыпленок? Маленьким яйцом. Да, яйцом. Педагог помещает изображение яйца на экран. Умело яйцо бегать, пищать. Что же могло яйцом? Лежать, упасть, да? Обобщение педагога следующее. Цыпленок появился из яйца. Он рос внутри яйца. Когда цыпленок вырос, он пробил скорлупу и родился. Это было в прошлом. Седьмой экран. Что будет с цыпленком, когда он вырастет? Петушок или курочка? Педагог помещает на экран изображение петушка или курочки. Что умеет делать петушок? Покажите, как петушок будет кричать и так далее. И обобщение педагога. Когда цыпленок вырастет, он станет петушком и будет уметь что-либо. Что мы узнали о цыпленке? Хотите увидеть живого цыпленка? И практическая деятельность детей слепите для цыпленка зернышки. Или система лягушонок. Подсистема, часть системы лапки, глаза, кровеносная система, надсистема, более сложная система, в которую входит, рассматривая система, это водоем. Педагог задает вопросы. Что было бы, если бы все лягушки исчезли? Для чего они нужны? Какую пользу они приносят? Дети предлагают свои варианты ответов, суждений. В результате приходят к выводу, что все в мире устроено системно. И если нарушить одно звено этой цепочки, то непременно нарушится другое звено, то есть другая система. Следующий метод – это моделирование сказок. Вначале необходимо обучить дошкольников составлению сказки по предметно-схематической модели. Например, показать какой-то предмет или картинку, которая должна стать отправной точкой детской фантазии. Пример – черный домик. Это может быть домик Бабы-Яги или кого-то еще. А черный он потому, что тот, кто живет в нем злой. На следующем этапе можно предложить несколько карточек с уже готовым схематичным изображением героев. Люди, животные, сказочные персонажи, явления, волшебные объекты. Детям только остается сделать выбор, и придумывание сказки пойдет быстрее. Когда дети освоят упрощенный вариант работы со схемами к сказке, они уже смогут самостоятельно изобразить схему к своей придуманной сказочной истории и рассказать ее с опорой на модель. И хочу представить вашему вниманию кубики истории. Задача работы с этими кубиками – это уточнение, расширение, обогащение лексического запаса дошкольников, формирование грамматического строя речи, развитие связной речи, развитие коммуникативности, успешности в общении, повышение эмоциональной сферы дошкольников. Эту фантастическую игру кубики истории придумали несколько лет назад в Европе и навсегда влюбились в нее. Она интересна как взрослым, так и детям. 9 кубиков 54 картинки погружают вас в мир фантазий, иллюзий и приключений. Каждый рисунок – это захватывающий и неожиданный поворот повествования. Люди разного возраста, пол и профессии придумывают невероятные истории, превращая обычную дружескую вечеринку в настоящий праздник воображения. Оригинальные кубики истории можно сейчас заказать через интернет, но для детей они сложные, так как на кубиках изображены лишь символы и знаки. Для наших же детей нужны яркие, понятные картинки. Взяв за идею версию игры, можно сделать свои кубики истории. Затрат больших не потребуется, а игра получится интересная, эффективная и использоваться может в любом месте и в любое время. Итак, игра начинается. Ребенок достает из волшебного мешочка кубик, бросает его, и в зависимости от выпавшего изображения начинает рассказывать своим друзьям невероятную историю. Затем следующий игрок достает и бросает кубик, и продолжает историю, не теряя нить рассказа. Например, сдается тема рассказа. Жил-был гном. Выпадает изображение дерева. Около его дома росло дерево. Выпадает солнышко. Над домиком его светит солнышко. Таким образом, плавно переходит от одной картинки к другой. И сочиняют необычные, смешные, а иногда и грустные истории. Сначала задачу можно упростить, так как не у всех детей в достаточной степени развиты коммуникативные способности. Поэтому сначала составлять истории можно по очереди. Первый кубик бросает ребенок, а следующий педагог. И так далее. Таким образом, взрослый сможет направлять и корректировать сюжетную линию в нужном направлении. Дети довольно быстро учатся. Уже после двух-трех игр могут свободно составить рассказ, историю, понимая, как интерпретировать и связать картинки в сюжетную линию. Как начинать и заканчивать повествование. Еще один из часто применяемых методов – это карты пропа. Владимир Яковлевич Проб был русским ученым, филологом, фольклористом. И основные его труды были посвящены структуре и происхождению волшебной сказки. То есть мы сейчас будем говорить про историю и сказку одновременно. То есть скорее про сочинительство. Так в структуре он выделил набор постоянных элементов или функций. Чуть позже Джанни Радари сократил число функций до 20. Они перед вами на экране. Перечислять не буду. Время у нас ограничено. Вы можете скачать презентацию и более подробно прочитать эти все функции. В принципе, для работы с детьми дошкольного возраста достаточно восьми карт. Используя карты пропа, можно научить детей видеть структуру сказки, что в дальнейшем облегчит усвоение материала и будет способствовать запоминанию. В последующем же на основании карт ребенок от воспроизведения переходит к творчеству, то есть уже к сочинению. И работа с картами пропа проходит в несколько этапов. На первом этапе знакомим детей с жанром литературного произведения, сказкой. Выявляем ее отличия от других жанров и вычленяем структуру сказки. Присказка, зачин, то есть приглашение в сказку, настраивает слушателей на особый лад, переносит в сказочный мир. Ее цель – подготовить аудиторию к слушанию сказки, заинтересовать за далекими полями, за глубокими морями и так далее. Далее идет у нас повествование. Оно насыщено событиями и так называемыми сказочными формулами, то есть речевыми клише, ритмическими присловиями, которых характеризуют разные действия и описание персонажей. Сделался таков молодец, не вздумать, не взгадать, не пером описать и так далее. И концовка, как и присказка, ограничивает сказку от реальной жизни и возвращает к реальной действительности. Устроили пир на весь мир, я там был, мед сладкий пил, пусом текло, а в рот не попало. На втором этапе уже проводятся подготовительные игры, цель которых – познакомиться с сказочными функциями. И какие могут быть подготовительные игры. Например, чудеса в решете. В этой игре дети определяют, как и с помощью чего осуществляется превращение, волшебство, то есть волшебное слово, палочка, другие предметы, их действия. Волшебные имена, выяснение причин, почему дали именно такое имя герою, Золушкам, Баба Яга, Красная Шапочка и так далее. Следующий этап – это знакомство детей с картами пропа, чтение и сопровождение чтения, выкладыванием карт пропа. И последовательность знакомства с картами. Может быть, следующее. Изготовление карт. Карты, используемые в начале работы, должны быть выполнены в сюжетной манере, красочно. В дальнейшем уже пользуемся картами с довольно схематичным изображением каждой функции. Смысл, который был бы понятен детям или вместе с ними, можно оговорить каждое изображение. Дальше идет воспроизведение знакомой сказки. Потом совместный поиск и нахождение обозначенных функций в новых сказках. Затем самостоятельный поиск функций детьми на материале знакомых сказок. Затем уже новых сказок. Затем у нас идет целостное освоение сказочных функций. Используется весь комплект карт. После этого идет сочинение сказок. Сначала коллективно и используя ограниченный набор карт. Постепенно добавляя по 3-4 карты. И работа с индивидуальным набором карт. В начале детям можно предлагать готовое название сказки. Говорить только место действия, количество персонажей. А вот как вы обозначите ту или иную функцию и каким символом, совсем не важно. Главное, чтобы ребенок понимал, что если запрет обозначается, то есть если запрет, то обозначается перечеркнутый круг или замок на двери или как в знаках дорожного движения въезд запрещен, то это надо запомнить. По мере накопления опыта можно предложить задания или игры, выставить карты по ходу сюжета, найти знакомые карты в только что прочитанной сказке, найти ошибку в расположении карт по сюжету сказки, определить отсутствие знакомой карты, отделить лишнюю карту. Затем идет пересказ с опорой на карты и сочинение уже на основе карт. Для этого отбираются 5-6 карт, придумывается главный герой, оговоривается, кто или что будет мешать герою, какие волшебные средства будут у героя, какой будет зачин, концовка, какие сказочные слова будут в сказке и придумать название сказки. И какие же можно использовать творческие приемы в работе со сказкой. Это знакомые герои в новых обстоятельствах, калаш из сказок, сказка от считалки. Считалка разучивается наизусть, обыгрывается несколько раз в подвижных играх, затем предлагается загадочное начало, идущее от ее содержания. Например, считалка, катись яблоко мимо сада, мимо сада, мимо града, кто поднимет, тот и выйдет. И начало сказки. Но яблоко было волшебное, добрых людей оно превращало в, а злых в и так далее. Еще прием перевирания сказки или знакомая сказка по-новому. Герои наделяются противоположными чертами характера. Педагог проговаривает. Злая волшебница заколдовала Золушку и ее сестер. Теперь и Золушка злая, грубая, ленивая, а ее сестры добрые, трудолюбивые девочки. Как вернуть прежнюю Золушку и оставить добрыми сестер? Или прием сказка от загадки. Например, ни окон, ни дверей полна горница людей. Сказка от фразеологизмов. Например, фразеологизм крокодилово слезы. И начало сказки может быть следующее. Каждое утро капризный мальчик лил крокодилово слезы. Это всем ужасно надоело. И так далее. Еще один прием сказка от задачки. В этом качестве лучше использовать шуточные или стихотворные задачки. Например, задачка. Купила мама 10 яиц и несла их в корзине. Одно упало. Одно, одно. Игра слов. Сколько яиц осталось? Начало сказки может быть следующим. Все 9 яиц разбились, а одно нет. Когда мама взяла его в руки, оно почему-то задвигалось. И так далее. На самом деле приемов очень много. Тоже можете прочитать их в презентации. Время у нас неумолимо заканчивается. И результат работы с картами пропа является следующим. Умение определять жанр произведения, запоминать последовательность событий, выделять основное содержание сказки, выстраивать схему содержания, опираясь на карты пропа, уверенно манипулировать картами, чувствовать красоту и образность родного языка. В работе по развитию речи я применяю лимерики. Это элемент рис. В лимерике это короткое стихотворение, состоящее, как правило, из пяти строк, написанное в жанре нонсенса, узаконенной нелепицы. То есть строчки рифмуются между собой и в завершении текста имеется вывод. Такие рифмованные тексты начали сочинять в ирландском городе лимерик. Непревзойденным мастером этого жанра можно считать поэта и художника Эдварда Лира. И лимерик состоит, как я уже отмечала, из пяти строчек. А рифмуются они следующим образом. Первая, вторая строчка рифмуются между собой. Третья и четвертая строчки рифмуются между собой. И пятая содержит вывод и не рифмуется. Пятая содержит... Так, пятая не рифмуется. По содержанию лимерик строится по следующей модели. Первая строчка объект, то есть кто, что. Вторая строчка сравнение или указание на свойства объекта. Какой? Третья строчка действия или взаимодействия с другими объектами. То есть вопрос где. Четвертая строчка с кем общался. Пятая строчка, вывод, утверждение или мораль. И пример лимерика. Жило-было лето, шумное, как ракета. По земле летала, с бабочками играла. Вот какое смешное лето. Существует еще два варианта составления лимериков. Первый вариант это переделывается ранее сочиненный лимерик, используя новое начало. Если бы, но не. Если бы было лето, но не шумное, как ракета. По земле бы оно не летало, с бабочками бы не играло. Вот какое скучное лето. Или второй вариант. Новые слова зачина будут следующие. Что было бы, если бы. Что было бы, если бы лето было не шумное, как ракета. То по земле бы оно не летало и с бабочками не играло. Лучше пусть будет веселое лето. Предварительная работа по составлению лимериков может включать в себя следующую систему заданий. Это договаривание последнего слова в чистоговорках. Са-са-са укусила в нос оса. Су-су-су мы увидели лесу. В ходе работы необходимо обратить внимание на то, что ударение в последнем слове падает на последний слог. Проговаривать рифмовки следует так, чтобы дети почувствовали ритмический рисунок. Рифмовки можно прохлопать, протопать и тому подобное. Можно придумывать чистоговорки с детьми. Можно договаривать хором рифмующиеся слова в стихотворении. Можно работать над понятием рифма. Работа здесь ведется на примере стихотворения Чуковского, Бартоза, Хадера и так далее. Нужно определить рифмующиеся слова, их местоположение, ударение в них. Также можно поиграть в игру «Незнайка и цветик». Здесь сначала читаются главы из книги Носова «Приключения Незнайки и его друзей». И определение, кому принадлежит стихотворение. Незнайки или цветику. «Укусила кису муха и болит у киса нога уха. Вот начищу я картошки, поиграю на трубе гармошки». Работа с двустишьями. Детям читаются пары слов в рифму и предлагается по заданной рифме придумать двустишья. Кастрюля – пилюлям, воронам – коронам, врач – грач и так далее. Нашу новую кастрюлю уронили мы пилюлю. Еще один момент. Буриме – это литературная игра, заключающаяся в сочинении стихов, чаще всего шуточных, на заданные рифмы или на заданную тему. Иногда к буриме относят и другую игру, называемую «игрой в чепуху». Дети должны придумать стихотворение по парам рифм, так, чтобы сохранился смысл. «Огурец – молодец, лучок – жучок. На грядке вырос огурец, он зеленый – молодец. Плохо выглядит лучок, ведь ползет по нем жучок». Все, заговорюсь к концу. «Ведь ползет по нем жучок». Этапы работы над лимериками перед вами на экране. Это чтение лимериков, объяснение способа их построения, придумывание шуточных выводов к стихотворениям, коллективное творчество, придумывание стихотворения по заданным рифмам, коллективно или самостоятельно, и обсуждение предложенных вариантов, выбор лучших из них. Метод лимерика открывает новые возможности, помогает оптимизировать работу педагогов. Занятия с применением элементов ТРИС являются эффективным средством развития активного творческого мышления у дошкольников, оказывают значимое влияние на развитие многих психических процессов и личности в целом. Развитие творческого мышления влияет на расширение индивидуального опыта ребенка и организацию детской деятельности, что позволяет обеспечить творческое применение полученных знаний, способствует повышению активности, расширяет кругозор и словарный запас. Все это предоставляет дошкольникам возможность успешной самореализации в разных видах деятельности. Занятия с использованием приемов ТРИС помогают детям увидеть неожиданное рядом. Спасибо за внимание! Спасибо за внимание!